Урок одиннадцатый, часть первая. Познакомьтесь, пожалуйста, с новыми словами. Чувство, ощущение. Наоборот, напротив. Что-то в этом есть. Сердцебиение. Деревня, страна. Воздух. Действовать на нервы. Употребите новые слова в предложениях. Макс hat das Gefühl, dass ihn der Professor nicht mag. У Макса есть ощущение, что Professor его не любит. Otto ist das genaue Gegenteil seines Bruders. Otto – полная противоположность своему брату. Der Polizist wusste, dass die Geschichte einen Haken hat. Полицейский знал, что в этой истории что-то есть. Klaus bekommt immer Herzklopfen, wenn ihn seine Freundin küsst. Die Großstadt macht mich müde. Darum fahre ich nächste Woche aufs Land. «Bольшой город» меня утомляет, поэтому на будущей неделе я еду в деревню. Auf dem Land ist die Luft gesund und rein. Meine jüngeren Geschwister gehen mir mit ihrer lauten Musik oft auf die Nerven. Мои младшие братья и сестры часто действуют мне на нервы своей громкой музыкой. А вот очередная группа новых слов. Abgewöhnen. Отучать, отвыкать. Aufhören mit. Перестать что-то делать, прекращаться. Beruhigen. Успокаивать. Ernst. Серьезно. Klingen. Звучать, звенеть. Komisch. Комичный, смешной, странный. Lügen. Обманывать, лгать. Нötig. Необходимо, нужно. Онmächtig werden. Упасть в обморок, потерять сознание. Zusammenhängen mit. Иметь связь, быть связанным с. Запомните также основные формы некоторых новых глаголов. Abgewöhnen. Gewöhnte ab, abgewöhnt. Klingen. Klang. Geklung. Lügen. Лог. Керлоген. Zusammenhängen. Hing. Zusammen. Zusammengehangen. Закрепите значение новых слов в контексте предложений. Wir müssen unserem Sohn das Lügen abgewöhnen. Мы должны отучать нашего сына от вранья. Hör endlich auf, immer das gleiche Lied zu singen. Перестань, в конце концов, постоянно петь одну и ту же песню. Das Kind weinte laut, und seine Mutter konnte es nicht beruhigen. Ребенок плакал громко, и его мама не могла его успокоить. Du darfst nicht alles ernst nehmen, was unser Chef erzählt. Ты не должен принимать всерьез все, что говорит наш Chef. Твои слова звучат хорошо, но я тебе не верю. У Фрау Курц странный вкус. Es ist nicht nötig, dass Klaus seine Mutter vom Bahnhof abholt. Это необязательно встречать Klausу маму на вокзале. Der Kranke hatte starke Schmerzen, und er wurde ohnmächtig. У больного были сильные боли, и он потерял сознание. Die Verspätung des Zuges hängt wahrscheinlich mit dem schlechten Wetter zusammen. Опоздание поезда, вероятно, связано с плохой погодой. В диалоге, который вы прочитаете, встречаются предложения с модальными глаголами в сослагательном наклонении Konjunktiv Imperfect. Вначале познакомьтесь с примерами таких предложений и их перевода. Dürfte ich Sie etwas fragen? Мог бы я вас о чем-то спросить? Möchtest du mit mir in die Ferien fahren? Ты хотел бы поехать со мной в отпуск? Könnten Sie bitte etwas lauter sprechen? Пожалуйста, вы не могли бы говорить немного громче? Wenn er wollte, könnte er mit dies Geld leihen. Если бы он хотел, то мог бы мне одолжить эти деньги. Bei diesem Wetter solltet ihr euch warm anziehen? В такую погоду вы бы должны одеваться теплее. Wenn ich ein Auto hätte, müsste ich nicht mit dem Bus zur Arbeit fahren. Если бы у меня был автомобиль, я не должен был бы ездить на работу на автобусе. Herr Professor, dürfte ich Ihnen einige Fragen stellen? Господин Professor, мог бы я задать вам пару вопросов? А теперь познакомьтесь, пожалуйста, с нашим диалогом. Beim Arzt. У врача. Guten Tag, Herr Lang. Was fehlt Ihnen denn? Sie sehen nicht besonders gut aus. Haben Sie Schmerzen? Guten Tag, Herr Lang. Что вас беспокоит? Вы выглядите не лучшим образом. У вас что-то болит? Guten Tag, Herr Doktor. Ja, ich habe starke Schmerzen und fühle mich seit einer Woche irgendwie komisch. Mir wird oft schwarz vor den Augen und gestern bin ich sogar onmächtig geworden. Das klingt sehr ernst. Könnten Sie mir bitte genauer beschreiben, wie es dazu gekommen ist? Das muss ich jetzt lange erzählen, Herr Doktor. Na ja, mir wird sehr oft schwarz vor den Augen. Ich schrege mich nämlich schnell auf. Vor allem, wenn mir meine Frau auf die Nerven geht. Тогда я должен был бы долго рассказывать, господин Doktor. Ну что же, у меня часто темнеет в глазах. Ich schrege mich, особенно, wenn meine Frau mir auf die Nerven reagiert. Das meinte ich nicht. Sagen Sie, tut Ihnen dabei etwas weh? Haben Sie das Gefühl, dass Sie keine Luft bekommen? Ich habe nicht das in die Sicht. Скажите, пожалуйста, у вас при этом что-то болит? Есть ли у вас ощущение, dass вам nicht genug ist? Nein, das nicht. Aber ich bekomme hartsklopfen. Nein, das nicht. Aber ich bekomme hartsklopfen. Zeigen Sie mir bitte Ihren Hals und husten Sie mal bitte. Es ist das denn notwendig, Herr Doktor? Ist mein Blutdruck nicht in Ordnung? Ein bekannter von mir meint, ich sollte jeden Tag ein Glas Rotwein trinken oder drei Flaschen Bier. Das beruhigt, sagt er. Was Sie nicht sagen. Ich meine aber ganz das Gegenteil. Trinken Sie überhaupt keinen Alkohol. Jetzt haben Sie mich aber unruhig gemacht. Dürfte ich bei Ihnen hier eine Zigarette rauchen? Das Rauchen sollten Sie sich so schnell wie möglich abgewöhnen. Fangen Sie am besten gleich morgen damit an. Ihr Herzklopfen hängt sicher damit zusammen. Wenn die Menschen mit dem Rauchen und Trinken aufhören würden, hätte ich nur wenige Patienten. Ja, Herr Lang, ich glaube nicht, dass es sich bei Ihnen um eine ernste Krankheit handelt. Sie arbeiten einfach zu viel und leben ungesund. Machen Sie jeden Abend vor dem Essen einen Spaziergang und versuchen Sie wirklich weniger zu rauchen. Ja, Herr Lang, ich glaube nicht, dass Sie eine серьезige Krankheit haben. Aber Sie arbeiten zu viel und fühlen sich nicht gesund. Gehen Sie jeden Tag vor dem Essen aufhören und versuchen Sie weniger zu rauchen. Könnten Sie mich für ein paar Tage krankschreiben? Sie könnten sich für ein paar Tage krankschreiben. Nein, das wäre keine gute Lösung. Nein, das wäre kein gutes решение. Gut, Herr Doktor, jetzt erzähle ich Ihnen die ganze Wahrheit. Wissen Sie, meine Frau ist zu ihrer Mutter aufs Land gefahren und ich könnte mich in der Zeit zu Hause gut erholen. Gut, Herr Doktor, jetzt erzähle ich Ihnen die Wahrheit. Знаете, meine Frau поехала zu meiner Mutter in die Stadt, aber ich könnte dem Zeitpunkt отдыхen zu Hause. Vor dem Fernseher? Vor dem Fernseher? Nein, ich könnte meine Arbeitskollegen einladen und mit ihnen ein bisschen Karten spielen. Nein, ich könnte mich mit ihnen auszuhören und ein bisschen mit ihnen spielen. Ich wusste gleich, dass die Sache einen Haken hat. Sie können aber gut lügen, Herr Lang. Ich habe sofort gehört, dass hier etwas nicht so ist. Aber Sie können gut überhörigen, Herr Lang. Und in der Schlussendung, bitte nach Ihrem произnissen. Schule, Sport, Stück, Spaß, Tasche, Taschen, Tisch, Tisch. Урок одиннадцатый, часть вторая. Познакомьтесь, пожалуйста, с новыми словами. Употребим новые слова в предложениях. Господин Курц хотел бы получить в день рождения черный бумажник. Полиция уже неделю пытается поймать вора. Можно ли верить в честность этого продавца? В хозяйстве Максу нужна только циновка. Эта мысль мне очень неприятна. У них было столько багажа, что багажник их Хонды был полон. Не боитесь ли вы, что однажды вы потеряете свою дорогую бижутерию? Ты должна больше доверять себе самой. Шеф должен был ехать в фирму на такси, так как не мог найти ключ от зажигания своего автомобиля. И еще одна группа новых слов. Обращать внимание, бросаться в глаза. Использовать, пользоваться. Помогать, облегчать. Легкомысленно. Легкомысленно. Плохо, ужасно. Стехнуть. Расть. Сих verhalten. Вести себя. Вернуть. Прятать. Хотя бы, по крайней мере. Познакомься с основными формами новых глаголов. Ауффален. Квил auf. Aufgefallen. Стехлен. Стал. Гестолен. Сих verhalten. Вернулся. Сих verhalten. А теперь употребим новые слова в предложение. Es ist mir gleich aufgefallen, dass der junge schöne blaue Augen hat. Мне сразу бросилось в глаза, что у этого парня прекрасные голубые глаза. Nutze die gelegenheit aus und fahre mit. Воспользуйся этим случаем и поезжай с нами. Mache es ihm nicht leicht. Er muss die Aufgabe selbst lösen. Не облегчай ему это. Он сам должен решить это задание. Es war sehr leichtsinnig, mit hohem Fieber zu Arbeit zu gehen. Это было очень легкомысленно, идти на работу с высокой температурой. Du siehst heute schlimm aus. Ist etwas passiert? Ты сегодня плохо выглядишь. Что-то случилось? In der Nacht sind aus dem Kaufhaus mehrere Computer gestohlen worden. Das kranke kind verhielt sich unruhig und weinte laut. Bollной ребенок вел себя неспокойно и громко плакал. Die enkel haben wieder Omas Brille versteckt. Das Geld muss wenigstens für die Miete reichen. Денег, по крайней мере, должно хватать на квартплату. А теперь познакомьтесь, пожалуйста, с нашим текстом. Machen Sie es den Dieben nicht so leicht. Не облегчайте это, Варам. Нiemand kommt auf den Gedanken, eine Brieftasche mit mehreren tausenden Deutschmark einfach auf die Straße zu legen. Никому не придет на ум, просто положить на улице бумажник с несколькими тысячами Марок. Этого не сделает ни один человек, так как никто настолько не верит в человеческую честность. Это можно понять. Однако многие водители так легкомысленны, что вставляют свои автомобили открытыми на улице. Если бы они закрывали свои автомобили, так нет, во многих даже вставлены ключи зажигания. Многие пассажиры ведут себя так, как будто у них есть слишком много денег. Поставляют в автомобиле фотоаппараты, радиоприемники, багаж и другие предметы. Одна женщина-водитель рассказала, что ее маленькой сумочке с дорогой бижутерией уже не была на сидении, когда через два часа она вернулась к своему автомобилю. Если бы она ее положила хотя бы в багажник, тогда бы она не попала никому на глаза. По-прежнему можно услышать, что у пассажира на вокзале украли багаж. А случилось бы это, если бы он лучше за ним следил. Много неприятных вещей не произошло бы, если бы люди не давали Варам возможность использовать такие ситуации. Надо также закрывать окна и двери, когда уходишь из дому, особенно если живешь на первом этаже. И не прятать ключ под коврик. Однако многие люди об этом забывают и удивляются, когда дом пуст.